Всем привет, ребятушки! Меня зовут Владимир, и сегодняшняя тема видео будет о том, как YouTube портит звук. Как бы странно это ни звучало. Я думаю, многие об этом слышали, но никто не пытался проверить, что же происходит со звуком. Итак, пока я готовлюсь к дальнейшему представлению, прямо сейчас здесь вы увидите некий вертикальный видеоролик, который не имеет абсолютно никакого отношения к данному видео. Итак, начать хочу с того, что несколько недель назад я на свой канал загрузил видеоролик о том, что YouTube что-то делает со звуком, по моему мнению. А именно, я рассказывал о том, что, допустим, я загрузил видеоролик, в котором аудиодорожка, ну, скажем, не сжатый PSM формат, да, то есть максимально возможное качество. В течение какого-то времени, допустим, в течение первого часа, я слышу нормальный звук. Он немножко отличается, соответственно, от исходника, но понятно, что YouTube пережимает. Но, тем не менее, звучит достойно. При этом, этот же видеоролик, если пересмотреть, скажем, через сутки, я слышу совсем другой звук. Очень сильно пожатый. Искажение и по высоким, и по низким частотам. При том, что, если посмотреть в статистике, вот, допустим, в приложении, вот сверху, вот здесь, вот такая шестереночка, нажимаете, внизу нажимаете, статистика для сисадмина, и у вас появляется некая табличка, и в ней написано, видеокодек такой-то, разрешение такой-то, битрейт такой-то. Ну, короче, звуковая дорожка, чаще всего, вы видите, написано, Opus 251. Это звуковая дорожка, которая на YouTube. Что это означает? Ну, в принципе, я думаю, если поискать, любой сможет это найти. Opus 251, это означает, что аудио дорожка сжата с битрейтом приблизительно 131 килобайт в секунду. Какую бы вы дорожку не загружали, в каком бы качестве, 96 килогерц, 24 бит, не сжатый формат PSM-1, хрен, у вас будет Opus 251. Сразу, после загрузки, в первые минуты, те, кто смотрит, они слышат максимально качественное звучание. Пожалуй, начну с одного примера. Какое-то время назад я на канал загрузил видеоролик, это оцифровка с аудиокассеты, Raythe Mission, 15-я часть. Так вот, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что видеоролики, файлы большого размера, YouTube обрабатывает не мгновенно. Ну, то есть, вы загружаете какое-то время, дальше срабатывает обработка со стороны YouTube. Да, она может длиться, скажем, не знаю, несколько секунд, да, а может длиться больше часа. Так вот, загрузил я, значит, этот видеоролик, ну, в принципе, вот, если вы не смотрели, где он там, вон он, вот такой вот, вот это оно. И, значит, загрузил, соответственно, на компьютере, он написал, что ждите, идет обработка в HD качестве, в плохом качестве уже готова, обработка в HD будет готова где-то через час. Я не стал ждать, нажал кнопочку опубликовать. Соответственно, запустил свой второй компьютер, здесь у меня Android, нашел данный видеоролик и включил его на прослушивание. Ребятки, я услышал, что он звучит так же, как исходник. Поясню, видео, которое я загружал, исходная аудиодорожка, соответственно, в нем, я его пережал с такими параметрами. Значит, 44 кГц, кодек ААЦ и битрейт 512, максимально возможный. И я его, естественно, отслушал, звучит классно. Загружаю, включаю воспроизведение, и я слышу тот же самый звук. Я знаю, что YouTube сильно обрезает, но именно в тот момент я слышу, понимаю, что звучит так же. Нет срезы по верхам. Я сразу классаю статистика для сисадмина. И что я вижу? Вау! Я впервые увидел, что YouTube мне отобразил вот в таком кодеке. Обратите внимание на строчку аудиоформат. Здесь написано 140 MP4A, ну то есть ААЦ. Что означает эти самые 140 ААЦ? Сейчас табличку вы увидите. Но я думаю, вы понимаете, что это кодек ААЦ с битрейтом 128 кБит в секунду. И он офигенно звучит. Как ни странно, лучше, чем Opus, у которого лучшие параметры, как бы он может большим битрейтом все это дело выдавать, и частотка больше. У кодека ААЦ 44 кГц. Ну, опять же, и я загружал 44. Так вот, значит, первый минут 20 я слушал. Типа, ну, звучит классно, все отлично. Все так же звучит, как и в исходнике. Я потом думаю, обновлю-ка я страничку. Минут через 20 останавливаю, обновить, продолжить. Опа! А звук другой. Я такой, я не понял, что происходит. А вот мой второй скриншотик. Уже кодек, судя по всему, обработалось. Аудио формат Opus 251. Приплыли. Сразу, на слух, я это слышал, что был срез. Ну, то есть, просто по-другому звучанию куда-то исчезли высокие частоты. Не знаю, как так. Насколько я помню, в тот момент, ну, не знаю, уже было просмотров 20-30. Ну, то есть, судя по всему, мгновенно, как только я опубликовал, кто-то еще тоже этот ролик начал смотреть. И вот первые несколько человек они слушали в офигенном качестве. Через какое-то время уже Opus, уже срезаны частоты. А вот вчера я его еще раз включил. Его еще раз пережали, судя по всему. То есть, ну, как-то звучит, но уже бедненько. Я специально сравнил с исходником, который у меня на компьютере. Ну, прям заметно порезали звук. Борбосы такие. А потом я запускаю еще один видеоролик на просмотр. Опять же, это на Андроиде, то есть, приложение Ютуб. И знаете что? Я помню, что в этом видеоролике всегда был Opus 251 написано. Ну, тут я запускаю, я слышу, да что за хрень? Звук совсем пожатый. Смотрю статистику, там написано Opus 249. Какого хрена? Ну, если верить табличке, это означает, что они звуковую дорожку переезжали вообще в 50 килобитсекунду. Ну, то есть, понимаете, да, в среднем 130, грубо говоря, должно быть. А они ее хренась более чем в два раза пожали. Причем на компьютере этот же видеоролик я запускаю в статистике Opus 251. А в приложении Андроида Opus 249. И, соответственно, звук хуже. Ладно, давайте так. Я от вас же где-то кто-то писал комментарии такие, слышал, что при загрузке видеоролика на YouTube, мало того, что звуковая дорожка пережимается, то есть, чтобы уменьшить ее размер, так, помимо прочего, еще обрезаются некие частоты свыше 16 килогерц. К слову сказать, когда я увидел вот это вот значение аудиодорожки 140, которая ААЦ, вот не было никакого среза, то есть, на мой слух, звучало классно все. А как только Opus встал, хрена себе обрезали. Короче, я придумал тестики. Сейчас покажу, как оно у меня получилось. Я специально стал загружать на YouTube тестовый сигнал. Естественно, ваши ушки я не буду мучать писком, просто будет картинка и мои комментарии. Ну, типа там 12 килогерц, 16 килогерц, 19, 20, 22 килогерца. Зачем это нужно? А вот сейчас мы узнаем, какую реальную частоту обрезает по верхам YouTube при кодировании. Интересно? Ну, сейчас эксперимент. Я несколько дней это делал. Итак, справа вы можете наблюдать. Это программный осциллограф. Соответственно, вот частотку будет показывать. Итак, первый видеоролик. Уже загружен на YouTube. Тест-сигнал 12 килогерц. Смотрим на осциллогах. Вот где мышка, да. Видим. 12 есть. Ничего не обрезано. Пока все в порядке. Да, звуковую дорожку я загружал, соответственно, в формате PSM44. Не сжатый. Так, 16 килогерц. Четенько. Все есть. Пока ничего YouTube не обрезает. 19 килогерц. 19 килогерц. Ха! И 19 есть. Тише, но тем не менее сигнал присутствует. Ну, то есть, кто-то говорил, на 16 килогерцах обрезается. Но нет. Смотрите, дальше идет сигнал от 20 герц до 20 тысяч герц. Ну, просто красиво выглядит. И внизу в окошечке, опять же, вы наблюдаете частоту. Все ровно. Все красиво. Единственный нюанс. Данная программа может максимум увидеть 22 килогерца. Чуть меньше. Потому что 44 килогерца она работает. Ну-ка, смотрим последний сигнал. Насколько? 19,87. Все. А теперь давайте-ка узнаем, на какой реальной частоте YouTube обрезает. Это тестовый сигнал 20 килогерц и 21 килогерц. Смотрите, ну, я показывал Opus 251 на 20 килогерцах. Видите, сколько гармоник. Это в сету войдет. А вот на 21 килогерце, вообще чудеса, показывает 17. Ребятки, там 21 записан. Загружается на YouTube. Мы видим 17. Итак, что у нас в итоге получается? Первое, то, что я узнал, что YouTube обрезает по частоте 20 килогерц. Все, что выше, обрезается. Мало того, если частота в записи имеется, да, 21, 22 килогерца, вот эти самые неслышимые, да, 22 килогерца, они превращаются в лишние гармоники, да. Что такое гармоники? Это тот же самый звук, который звучит на 22. Он отражается также в слышимом диапазоне. Ну, напомню, если кто не в курсе, что обычный человек слышит, ну, в среднем, 14 килогерц, да, там, до 15 килогерц. Ухо человеческое, я имею в виду, слышит. Получается, что, если вы, грубо говоря, запись изначально, вот у вас есть, да, файл, в котором все, выше, вот, 18-19 килогерц, нет ничего, все. То потом, после обработки, он будет звучать более глухо, чем файл, который вы загрузили, там есть 22 килогерца. Да, вы их не слышите, но YouTube их вы сами видели. 21 килогерц он превращает в 17, да, и ниже еще. То есть, переносится это самое цик-цик в слышимый диапазон. Как я понимаю, я могу ошибаться. Поправьте меня в комментариях, не вопрос. Как я понял, так и объясняю. То есть, получается, что YouTube по 20-ке режет, 21 превращает в 17-15-12-11, где слышно, что оно цыкает. Соответственно, такие записи, хм, а это, уточню, да, это вы должны загружать изначально в 48 килогерц, в котором делим пополам, сколько там, 2-4 максимальная частота, да. То есть, поэтому, я не люблю загружать в 48 цикле слишком ярко. И вот теперь я понял, почему. Ну, потому что там у меня в записи до 24 килогерц, которые в итоге за счет этой херни прикабли... ну, короче, оно цыкает там, где не должно. Ну, не знаю, заключение или нет. Да, давайте. В заключение ко всему. Я перепробовал разные варианты. То есть, в последнее время я музыку стал загружать не сжатым формате 44 килогерца PSM. Ну, то есть, большого размера аудиофайла. Естественно, это лучше для YouTube. Поскольку из несжатого формата он превращает в этот самый Opus в сжатый формат, но остается в этом файле больше, да, как бы изначально басы лучше звучат, пожирнее как-то так. Так же, если использовать уже пожатый кодек ААЦ при загрузке на YouTube, но с максимальным битрейтом, хм, здесь интересна ситуация. Почему-то в итоге теряются немножко басы, вот эта жирность баса, а высокие иногда даже звучат лучше. Не знаю, какая-то особенность кодека, видимо, этого ААЦ. Я к чему? Первое. Все-таки, все-таки, даже то, что кодек Opus это 48 кГц до 160 кГц в секунду, все-таки мне нравится больше звук, когда я загружаю именно в 44. Опять же, почему? Ну, потому что, если я буду загружать 48 кГц, у меня будет некий такой хвостик, да, в высокочастотном диапазоне, который YouTube каким-то хреном преобразует в слышимый диапазон, вот эти самые гармоники, цыкает слишком сильно, вот, поэтому для меня PSM 44 кГц класс. Правда, есть нюансы, я вот заметил в видео, в котором было PSM дорожка, знаете, он посчитал ее слишком охрененной, и в какой-то момент я запускаю, а он ее опережал кодека, который 249, вот этот Opus, в котором 50 кБ в секунду, ребятки, а AC 256 кБ я сейчас загружаю, он всегда Opus 251, он его не пытается ухудшить, а вот я загрузил, PSM дорожка, он такой, ой, что-то она слишком охренительно звучит, дай-ка я ее в 50 кБ сожму, тоже неплохо звучит, ну поскольку исходник был лучше, так что такое дело, блин, в чем лучше загружать, в PSM, да, первые несколько часов звучит офигенно, а потом вполне возможно, YouTube пережмет его очень сильно из-за того, что слишком качественный исходник, загружая в кодеке AC 256 кБ, он будет одинаково среднеочково звучать, и YouTube его в дальнейшем не будет настолько сильно коверкать, как я сказал, мое мнение таково, сначала обжимается по-быстрому дорожка, да, звучит хорошо, через какое-то время происходит некая оптимизация, ну грубо говоря, представьте себе, 100 полосный эквалайзер, да, вот у вас там по частотам, вот из этих 100 полос через одну, да, задавили, вырезали эти частоты, как это проверить, я не знаю, без понятия, я не смог придумать тестов, которые бы это мне все показали, только на слух, загрузил видеоролик с музыкой, тут же включил на просмотр, офигительно звучит, проходит сутки, а уже не то, уже пожаловалось, как-то что-то потерялись, какие-то детальки, если я в чем-то не прав, давайте, я с удовольствием диалог поддержу, пишите, увидимся еще, где-то, это ты, Продолжение следует...